Еврейский народ отпраздновал на прошедшей неделе 63-ю годовщину независимости своего национального очага. Как это обычно бывает, израильтяне бесшабашно веселились, жарили шашлыки, оставляли горы мусора в парках и заповедниках. А мой бесстрашный коллега Сергей Гранкин по такому случаю полетал над родными просторами на параплане. День независимости страны – единственный светский праздник в израильском календаре. Наверное, поэтому у местных жителей и возникла традиция встречать эту дату поближе к природе. Для верующих это вообще чуть ли не единственная возможность выбраться в парк или лес. В субботу и на религиозные праздники машиной воспользоваться нельзя. А в День независимости никаких ограничений нет. Даже общественный транспорт ходит как обычно. За исключением первых лиц государства, которым волей-неволей приходится принимать участие в многочисленных официальных церемониях и обиженных за поражение в 1948 году арабов, большая часть израильтян отправляется на пикник. По данным Юрейского национального фонда, в этом году парки и заповедники посетили около миллиона трехсот тысяч человек. Примерно столько же отдыхали дикарями. В скверах, садиках, а иногда и просто на улицах. Страну затянуло дымом. Спрятаться от запаха жареного мяса не смогли даже самые убежденные вегетарианцы. Скрыться от этого национального гастрономического безумия можно было только с риском для жизни. Но тишина, покой и несколько кулаков кислорода того стоили. Почему люди не летают, как птицы? Великий писатель не подозревал, что это мечта когда-нибудь осуществится. И вот, вперед, мы взлетаем. Вау. Класс. Дует ветер с моря. Он ударяется в склон. И дальше ему некуда идти. Там, внизу, получается точка высокого давления. И после этого воздух начинает подниматься вверх. Это строит волну воздуха, на которой мы в данный момент сидим. Она с края обрыва поднимается вверх. И по длине всего обрыва у нас есть волна воздуха, на которой мы держимся. Специалисты утверждают, что этому невероятному искусству можно обучиться всего за три месяца. И, кстати, параплан один из самых дешевых видов аэроспорта. Так что каждый, у кого есть желание взлететь, в принципе, может осуществить эту мечту. Опа! Стоять не получилось. Но зато получилось полетать. И это того стоило. Садимся, сказали. Поверьте, поверьте, что как бы тот, кто не летал, тот не знает жизни. Тех, кто заболел небом, вылечить уже невозможно. Способов оторваться от земли человечество придумало немало. Но парапланеристы утверждают, что именно этот вид спорта позволяет в полной мере насладиться полетом. Занимался давно, прыгал с парашютом, летал на дельте, летал на параплане, на дельтаплане, летал на планере. Но немножко не то. Там смотришь в небо все-таки из кабины. А здесь непосредственно полет из того самого детского сна. Поэтому нужно только попробовать. Это нужно только попробовать. И рассказать невозможно. Какие-то опасные ситуации в жизни у тебя были? Да, когда обучался в третьем полете, садясь на пляж, абсолютно ровный, гладкий пляж, с единственным камушком. Сел ровно на этот камень, сломал ногу. Была реабилитация, но все равно знал, что буду летать, буду продолжать. Продолжил летать. И вот уже сейчас третий год занимаюсь с удовольствием. Израиль часто называют самым-самым. Оказывается, и воздушные потоки на Святой Земле чуть ли не лучшие в мире. Летный сезон здесь продолжается круглый год. А сложный рельеф позволяет ставить все новые и новые рекорды. Параплан – это именно тот аппарат, который наибольший приближает человека к птице. Потому что ты сидишь на стропах, открытый, в подвеске, без кабины, без шума моторов. И только за счет потоков воздуха, дальше уже зависит от опыта пилота и его знаний. И ты можешь покрывать большие расстояния. Вплоть до того, что мировой рекорд сегодня около 700 километров на дальность перелета. Какой ваш рекорд в высоту? Наш рекорд в высоту небольшой. Мы летаем с пассажирами, пассажиры, их обычно укачивает очень быстро и все такое. Но максимальная высота, на которую я смог подняться с пассажиром, была 1200 метров где-то. Тем, кто отправился в небо в первый раз, рекорды, как понятно, не нужны. В обществе опытного инструктора от пассажира требуется всего две вещи. Постараться не сорвать голос и сохранить сухими штаны. Это очень прикольно и это даже так уж не очень страшно. Немножко страшно. Мы слышали, что в воздухе было громко. Было ли это так же приятно? Ощущение незабываемого восторга. И что самое удивительное, это ощущение, что там намного безопаснее, чем у нас на земле. Звуки ветра, больше ничего. Птицы рядом. И, собственно, визг. Нет, визга не было. Я удержался. Было трудно, но визга не было. С памперсами летала ли без? Без памперсов. Надеюсь и дальше летать без памперсов. Напоминаю, в нашей студии первый... Продолжение следует.